Доброе утро, девочки мои! Начинаю новое видео. Посмотрим, что у нас сегодня за погода. Я смотрю, пока солнышко еще отсвечивает от домов. И небо вот здесь оно какое-то чистое, а там на горизонте какое-то темное. Вот что за погода сегодня будет, не знаю. Может быть, будет облачно с прояснениями, посмотрим. Ну, пока хорошо. Пока прохладненько, плюс один, но днем плюс десять обещали. Посмотрим. А я уже поставила вариться картошечку, яйца. Буду оливье сегодня нарезать. Еще раз доброе утро, мои хорошие! Посмотрела Яндекс.Погоду сейчас. Сегодня погода ясная. Показывает прям даже безоблачная. Но в любом случае осадков не ожидается. Поэтому, поэтому, сейчас запущу стирку, пока у меня варится картошка с яйцами, постираю белье, повешу за окно. И что, заварю сейчас кашку овсяную себе на завтрак. Я говорю, вот эта кашка мне нравится. Фикс-пайси беру. Хорошая кашка, недорогая, она очень вкусная. Я, кстати, говорила вам или нет, я как-то заварила кашку себе утром, когда Настя пришла. Она, а что это у тебя? Я говорю, овсяная кашка. А дай попробовать. Я ей дала попробовать. Она говорит, ой, мне нравится, я тоже такую хочу. Я говорю, ну, бери, съешь, я себе еще одну заварю. Так что ребенку даже понравилась вкусная кашка. Хотя ребенок был сыт. После завтрака поела еще овсянку. Вот. Так что, девочки, что вам сказать? Пока это все тут как бы готовится, я еще пока кофе пью, сейчас овсянку заварю, пока постоит себе белье, постирается. И все, когда вот это вот уже сварится, остынет, сяду у телевизора и буду потихоньку нарезать сегодня оливье. А у меня же завтра день рождения, как-никак. Я хочу сегодня уже дома приготовить оливье. Ну, я его заправлю утром завтра. Сегодня просто нарежу все и все. И, наверное, схожу еще в мясной. Я вчера не купила ничего. Я не знаю, то ли курицу, то ли мясо, то ли что. Но я так предполагаю, что было бы, наверное, неплохо, если я здесь, может быть, мясо приготовлю, поставлю в холодильник, а завтра просто там его разогреем и все. Картошечку вчера купила в магазине белорусскую. Хоть она и дорогая, я вам скажу. Она так вот в сеточке написана. Белорусская картошка. Три килограмма стоит 309 рублей в магните. Но дороговато я могла бы, конечно, и дешевле взять нашу картошку. Но любопытство меня, конечно, преодолело. Я решила взять и попробовать белорусскую. Я просто так помню, что вроде бы еще по тем временам белорусская картошечка мне очень нравилась. Ну и думаю, ладно, в честь дня рождения возьму такую дорогую картошку. Но она, правда, такая вся одна в одну. Я вам сейчас ее покажу. Я думаю, будет вкусно. Картошку-то я решила, наверное, я возьму с собой. И там уже сварю. Пюре уже сделаю там. А что еще? Я забыла вчера купить сок. И сегодня я подумала, зачем сок? Я-то сок, честно говоря, не люблю. У меня вообще от него изжога. Вот. У меня все есть для компота. Будет компот лучше. Я нашла бутылочки. У меня две есть. Ну, по крайней мере, два литра компота с собой могу взять. И деткам будет это полезнее. И мне тоже. Так что я еще сегодня хочу сварить компот. А студеть. И завтра уже готовы принести. А сок, наверное, я не буду покупать. Если что, мы там чай еще попьем. Ну, с тортиком. Торт я еще не покупала. Да. Торт надо тоже подумать над этим. В общем, короче говоря, я сильно накрывать стол не собираюсь. Потому что я решила, что мы просто встретимся. Покушаем. Чаю попьем там с тортиком и все. Ну, единственное, что вот я хочу приготовить, это наш любимый оливье, конечно, салат. Мы его любим. Картошку с мясом. Ну, возьму там еще помидорчики, огурчики. Свежие. И все. Ну, и тортик там, компотик, чай там. В общем, как бы скромненько, скромненько. Не буду ничего наготавливать. В общем, мы долго рассиживаться не будем. Потому что мы встретимся с семьей вечером уже. После работы все придут за ужином. А днем завтра мне предстоит утром педикюр. Придет на дом моя мастер делать. Потом где-то в обед я собираюсь поехать к дочке. Мы там должны еще немножко покорпеть над моими каналами что-то там. Как-то оно мне, надеюсь, поможет все-таки их как-то там сделать. С ними порядок навести. Ну, дай Бог, чтобы получилось. Вот такие вот планы на ближайшие. Сегодня, завтра, вот дни. Это как бы я так наметочку даю, да. Ну, все. Запускаю сейчас стирку, завтракаю. И будем дальше продолжать съемки. Девочки, я же вам хотела показать картошку. Картошка, смотрите. С любовью из Беларуси написано. Картофель свежий. Ну, картошка, я смотрю, прям одна в одну. Вся такая отборная, красивая. Ну, дорогая, правда, но я решила в честь дня рождения взять. 309 рублей стоит 3 килограмма. Попробуем, вкусная должна быть. Я уже сварила компотик. Там у меня разные фрукты. Замороженные у меня были там и сливы, и алыча, и клубника, тертая с сахаром, яблочко. В общем, будет компотик, а не сок. Сок, ну, его, глядный. На улице я смотрю, распогодилось. Вроде небо посветлело, стало чище. И, в общем, хорошая солнечная погодка. Я уже, видите, белье постирала, повесила. Ну, а сейчас я сяду у телевизора и начну нарезать оливьешечку. Все у меня тут под рукой. Горошек, бандюэль, вязанка, докторская, огурчики. Все, яйца, картошка. Наконец-то я угомонилась и присела. Включила телевизор. Не, он у меня включенный там. Я на фоне что-то слушаю одним ухом. Ну, беготня, беготня. У меня вчера такое тоже было. Я только присяду, раз что-то вспомнила, побежала. Только прилягу, что-то вспомнила, побежала. Думаю, да что ж такое. Что ж сразу не вспомнить и ничего не сделать сразу, чтобы потом уже не вставать. До самого вечера такая вчера была. Ну, сегодня у меня тоже день вот так вот. Начался суетной. Но мне это нравится. Мне нравится, когда у меня есть какие-то цели. Я что-то знаю, что мне надо делать. Надо это, надо то. Вроде как, знаете, чувствуется, что жизнь не остановилась. Она кипит, жизнь. Вот, мне это нравится. Вот, ну, все. Я с утра вроде как бы так забегалась, забегалась. Ну, сейчас вроде бы присела. Сейчас мне надо оливьишечку потихонечку нарезать. Я не тороплюсь. На улице немножко должно потеплеть. А потом я хочу выйти в магазин, купить там что-то мясо какое я хочу. И осталось только мясо еще приготовить. Я хочу потушить, наверное, скорее всего. Еще точно не знаю, смотря что куплю. Но как-то хотелось бы потушить, потому что, честно, вот эти окорочка, ну, курица, она надоела. Ее и так каждый день могут все есть, да. А мне хочется сделать тушеное мясо, прямо сковородочки, такое хорошо потушить, чтобы оно мягкое было. Ну, надеюсь, надеюсь, так получится, как я хочу. Вот. Ну и что? В общем-то, я, в принципе, почти что все сделала сегодня. Ну, возможно, еще там пропылесосить надо будет. И пыль повытирать, и все. Ну, вроде бы на сегодня, кажется, все. А, ну, еще там, может быть, может, еще что-нибудь поделаю. Посмотрю, насколько еще сил хватит. А то я такая, знаете, хочу это, хочу то сделать многое. Прямо окно бы даже помыла. Ну, что сразу все в один день в кучу, правильно? То, что важно срочно, надо будет сделать. А то, что не важно, можно отложить и на следующей неделе сделать. Я думаю, что окно помою я потом. Еще пускай потеплеет чуть-чуть, чтобы прямо в кайф было открыть окно и не закрывать его. Ну, так, подоконник вытерла. Все нормально. Что еще хочу я вам сказать? А, сегодня видео вышло у меня. То, что я вчера снимала. Ох, вот. Ну, первые комментарии я уже почитала. Там несколько комментариев. Не уходите, не бросайте. Нас давно не видела. Ну, девочки, я не хочу вас бросать совсем, потому что мне тоже вы нужны. И тоже я скучаю. Просто, я же говорю, вот эта вот неопределенность, которая у меня была немножко какая-то, знаете, в каком-то разбросанном состоянии. Вот видите, я овен, да? Все-таки у овнов есть такое. Нужно четко знать, понимать. Знаете, когда есть цели, получается, что вижу цель, не вижу преград. А когда нету цели, ну, вернее, как, она как бы вроде как цель есть, но только как ее решить? Нужно принять какое-то решение, нужно какие-то действия сделать. А если я чувствую, что я сама лично бессильно это сделать, ну, что-то я не понимаю там, да? И что-то зависит не от меня, скажем. Вот это, конечно, напрягает и прямо портит настроение. И все. Вот. Так что я сейчас сильно забалтывать не буду вас, потому что я хочу видео, чтобы у меня, в принципе, было не длинным, но я в это видео хочу еще и завтрашний день снять. Поэтому, поэтому... Сейчас я режу потихоньку оливье, смотрю телек. Ну, а потом, что я буду делать уже после того, я уже решу сейчас, посмотрим, да? Вот. Так что не переживайте, девочки. Я сама переживаю за то, чтобы вы были со мной, а я была, чтобы с вами, потому что вы у меня, вы мое, как сказать, даже окружение. Ну, мои дети, вот, к примеру, они заняты, у них своя жизнь, у них своя работа, там, ну, какая-то рутина, с работы прийти, там, что-то кушать, приготовить, там, в общем, дети и все такое, да? Я сама себе предоставлена, но я такой человек, знаете, я не люблю в гости ходить. Гостей здесь тоже не люблю. Ну, как бы, как бы сказать, я люблю иногда пообщаться, но только тогда, когда я это люблю, когда к этому расположена. Вот. А вы вот уже как, как сказать, мои люди, вы уже мои девочки, при том, что, когда вы пишете такие добрые комментарии, такие вот душевные, когда вы пишете, вот, насколько, насколько вам нужен мой контент, нужна я, да? Вам хочется, кому-то я напоминаю, там, даже бабушку, там, маму, кому-то что-то, ну, у каждого свои какие-то причины, кто-то просто отдыхает на моем канале, просто приходит на мой канал и отдыхает. Ну, у меня простой такой, обычный жизненный канал. В общем, мне это очень приятно, и я благодарна вам, что вы такие пишете, хорошие, добрые комментарии, и поздравляете меня с днем рождения, и с праздниками там разными поздравляете. Вот, вы моя аудитория, я вас люблю. Вот, призналась я вам в любви. Все, девочки, я включаю звук, сейчас новости начнутся, я срежу за новостями. Мне интересно знать, что происходит, как там, что. Я как-то вот душую там, все, вся там душой. Попозже к вам вернусь. Девочки, я вышла на улицу, иду в магазин. Сделала себе домашние дела. Видите, уже полегче. Я надела такую курточку. Думаю, иду недалеко, и ненадолго проверю, как в ней. Хочу вам сказать, хорошо. Мне не холодно. Ну, у меня там, правда, еще такая вот кофточка, не тонкая, но нормально. В общем, хорошо, вообще классно. Потому что уже в куртке запариваюсь, уже жарковато мне в куртке, девочки. Вот. Так что это, я не пойму, что я такая мутная, или мне так кажется. Ну-ка, сейчас протру. Так лучше, нет? Не знаю. Или это потому, что яркий свет сзади. В общем, сделала все домашние дела. В общем, оливьешечку уже покушала, вкусненько. иду в магазин, хочу купить я мясо. Сейчас посмотреть, мясной что там. В общем, докупить, что мне нужно докупить. И все, осталось, в смысле, мясико приготовить, мясико. И отдыхать. И я что-то подустала. Вот видите, как хочется много-много чего сделать, а на самом деле потом раз, сил-то нету, сил-то не хватает. Так что, мои хорошие, идемте. Идемте, посмотрим сейчас. Я даже не знаю сейчас, в какую цену там у нас мясо, подорожало или нет, что-то чего, что почем. В общем, обычно там свежее у нас продается. В донские традиции пойду. Там мясо свежее все время подвозят, потому что там его берут хорошо, и оно не залеживается. Ну, как солнечно, как классно. Сейчас покажу. На улице здорово. Смотрите, как хорошо. Небо чистое, чистое, голубенькое небо. Все, как красиво. Я смотрю, кто-то еще в теплых куртках, а кто-то уже в легких утровочках. Но большинство, многих людей уже без шапки. Но без шапки совсем не холодно. Насколько я осторожный человек. Сейчас хорошо, чтобы без шапки. Но, может быть, потому что нету ветра сильного. Сейчас, конечно, если бы ветерок подул, то было бы очень-очень холодно. Так, все, иду в магазин. Ну, вот, девочки, сходила. Я купила мясо. Короче, мясо подорожало, хочу вам сказать. И прилично так даже. Ну, я брала, в прошлый раз, я брала свинина, окорок. Я брала что-то в районе 260, может быть, вот так вот, рублей. Сейчас 360 рублей килограмм. Мякоть говядины стоила тогда 500 с чем-то. Ну, сейчас стоит 650. В общем, короче говоря, ну, не меньше, чем на 100 рублей. И то, и то мясо подорожало. Прилично. Ну, что делать? Взяла свинину, мякоть взяла. День рождения так день рождения. Хочу приготовить тушеную свинину взять прям. Потушить хорошо, чтобы она такая была мягкая, таяла во рту. Приготовить. Так, ну, что, пойти еще взять. У меня огурцы есть? А, наличных же нет, не хочу эти снимать. Ладно, огурцы у меня дома есть. Ну, в принципе, все, что я там себе написала, список того, что мне нужно. В общем, все я взяла, докупила. Тортик дочка купит, потому что мне его ехать, покупать, а потом еще тащить, все это проблематично. Ну, дочка на колесах пообещала купить она тортик. Ну, и все, в принципе, все, что касается еды, я все взяла, все сделала. Прочеку, я сейчас пойду мясо приготовлю, и на сегодня, наверное, все. Сегодня уже все. Делать ничего не буду, потому что я как-то подустала. А вот ветерочек, знаете, сейчас и поддумаю. Ага, хорошо, что я рядышком, возле дома, недалеко. Я сейчас быстренько нырю и занырну в подъезд. Честно говоря, вот мне в этой курточке как-то не холодно нормально. А вот ушки дует и как-то вот это вот меня немножко напрягает. Все, домой, домой, домой. Девочки, решила я мясо потушить в мультиварку. Мне кажется, так будет лучше. В общем, я взяла две луковицы, порезала, масло растительное налила и вот вот здесь сколько примерно, может, килограмма-полтора, может быть, мяса. В общем, где-то так. сейчас немножечко режим обжарки, а потом чуть-чуть воды добавлю, поставлю на режим тушения. И пускай тушится, я не знаю, часа-полтора, наверное. Я думаю, за полтора часа должно уже все быть хорошо. Ну, вот так. В общем, не замысловатенько, но главное, чтобы мясо было мягкое, сочное. Доброе утро, девочки мои. Я проснулась сегодня, ни свет, ни заря. Ну, пять часов проснулась, что-то мне больше не спалось. У меня же все-таки сегодня день рождения, можете меня уже поздравить. Вот, я, короче, решила, думаю, надо уже теперь голову помыть, уложить волосы нормально. А сначала я лицо хочу привести в порядок. Масочку хочу сейчас сделать, тоником протру, и вот эта беленькая масочка у меня, мне нравится она, осветляет немножко лицо. Гель, скраб, маска, три в одном. Белая глина, вы помните. Ой, короче говоря, день рождения, радоваться или нет, кто его знает, такой возраст уже наступил, что вроде как бы радоваться и нечему, да, на год старше я стала. Ой, раньше как-то помню еще по молодости ждешь день рождения, даже в детстве вообще кажется вот на год старше так радуешься этому, а сейчас уже не радуешься этому, на год старше, чего хорошего. Ну, ладно, сколько есть, столько есть, все мои. Вот эту масочку решила сделать, она немножко все-таки осветляет лицо, выравнивает тон, ну, помимо того, что тут скрабик еще есть, поскрабирую. У меня же сегодня еще педикюр в 9 часов. У меня сегодня вообще очень насыщенный день. я вчера сделала все, что запланировала, я молодец. Так, ну, что ж так неудобно мне вот это вот делать. Вот, так что сегодня, значит, что я? Сейчас себя в порядок приведу, потом надо будет подготовиться мне к мастеру, приходу мастеру. Хорошо, что она на дом приходит, как это удобно, вы не представляете себе. Это очень удобно, никуда не надо идти, дома все сделают тебе. Вот, я не стала вчера пылесосить, думаю, ладно уже, педикюр сделаю потом. Вот, но потом у меня останется еще несколько часов времени. Иду потихоньку собираться к дочке, к дочке после обеда я пойду. Вот, но я вчера не стала сильно суетиться, я так спокойненько, спокойненько все сделала, нарезала, нарезала салатик, сходила в магазин, мясо поставила тушить. Мясо тушилось два часа, мясо получилось хорошее, мягкое такое. Так что все хорошо. Все хорошо. Все, сейчас 15 минут посижу, потом смою лицо и сразу голову повыть надо будет. Вот, так что я сегодня никуда не суетчусь, пока что, по крайней мере, не знаю, как потом. вообще не люблю никуда спешить, знаете, люблю делать все потихоньку, заранее. Я не люблю опаздывать и не люблю ждать. Сама никогда не опаздываю, заранее всегда прихожу. Но, правда, не люблю, когда меня заставляют ждать. вот, какая красавица, чернобровая. Все, мои хорошие, я, короче, ставлю паузу. Соседка сегодня выходная. Наверное, скоро придет кофе попить. Попьем кофейка с ним. Чудо. Чудо-юдо. Хочется шутить. Не, сегодня, правда, так приподнятое настроение, хорошее настроение. Но, все-таки, мой день. Че б не радоваться. Все, 15 минут сижу и смываю. А на завтрак у меня кашка овсяная, как всегда. А что у нас на улице, посмотрим. Плюс 3 градуса пока. Ну, что-то солнышко не видно. Прохладненько. И тихо. Птички не щебечут, что-то. Птички, где вы, за вами соскучилась. Свежо. Ну, утро еще, пока раннее, 7 часов утра. Ну, а я уже вот волосики уложила, голову помыла и все. Лицо свежее стало после этой масочки. Кстати, у меня там кто-то в комментариях спрашивает, какой краской крашу, девочки. Но я показывала много раз. Ботаника Фаберлик. Она у меня еще есть, пока еще осталась. Еще на раз есть. А потом, не знаю, ну, закажу, наверное, еще, может быть. А может, другую какую-то возьму. Но мне это нравится. Вообще, хорошая краска. Она и недорогая, и в то же время натуральные там вот эти всякие травочки есть. натуральная ботаника. Все. В общем, видите, у меня теперь стрижечка хорошо лежит. Мне нравится. Аккуратненько голова. Вот. Все. Сейчас кашечку покушаю и буду дожидаться своего мастера по педикюру. Я в такси и еду к дочке. Все. Кристинка обещала тоже туда подтянуться. Вот я уже к дочке приехала, и мы тут уже два часа сидим в компьютере и ковыряемся. Ну, вернее, ковыряется она, а я только сижу. Вот. Милочка тоже хочет в компьютере поковыряться. Скажи моим девочкам привет. Всем привет. Сосредоточенная я очень... Так. Ну, ладно. Давай. Мы пока тут свои дела делаем. Пока еще никого гостей нет. Гости будут попозже. А цветочки какие дочке мне подняли. Вау! Смотрите, какие красивые. Красота. Яркие, симпатичные. Девочки мои, наконец-то я присела, угомонилась. В общем, все. Дочечка мне там оформила канал. Я вам здесь вот под этим видео оставлю ссылочку на Дзен, на Яндекс. Дзен. Там открыли мне канал, да? Ну, там будут уже какие-то, там будут, наверное, автоматические видео загружаться. В общем, этот вопрос еще там решается, в общем. А что еще? Что еще мы открыли? Вконтакте сообщества и будет ссылочка еще на Вконтакте. Вот. Так что заходите под ссылочком, подписывайтесь, буду там видосики тоже свои оставлять. в любом случае уже у нас есть какой-то запасной аэродром на тот случай, если вдруг у нас YouTube закроют. Вот. Кто-то писал, что рутюг не хотят, но Вконтакте и Дзен мне многие писали, чтобы я туда зашла и там оформилась. В общем, оформилась я там, девочки. Все, картошечку поставили варить, ждем гостей. Сейчас потихоньку начнут подтягиваться. Вот. Мы пока с дочкой сидим, болтаем. А кто пришел, а кто пришел, ну тебя пришла. Ты меня поздравляешь? Поздравляю. Целуй. Сколько лет у нас полное. Ой, много. Наташ, привет. Цветы у мужа. Хорошо, давай, приветчики. А то я у него хотела перезабрать, то есть токлета сказала нет, это моя. Хорошо, правильно. Смотри, видишь, ну она же дикая, злится. Чего ты так себя ведешь, мило? Я сама ее трогать боюсь. Она от меня отвыкает за время моего отсутствия. Так она потом кусается, кидается, кусается. Ну да, по-новому. В общем, с днем рождения, вообще, маманчоник. Привет. Вообще-то отдам. Зарите они приехали с другого города. Если бы я знала, что у вас тут продают везде, блин. Кристина с другого города приехала. У вас тут продают сейчас все цветет и пахнет, оказывается, не только у нас. У вас тоже продают. Ты прям не отсюда, да? Да, да, я что-то вот тарахтела. Очень классно лоб подобралась. Я долго думала, свитер жарко, думаю, приеду опять к селению, дай мне футболку, думаю, сразу наденусь, чтобы ходить. Да, мы, видишь, по-свойски, я тоже, я тоже, видите, в халатике. Взяла халатик. Девочки, давайте, центритесь. Пока девочки готовят, мы, то есть, мы решили выпить, чтобы у нас настроение было для готовки лучше, да? Да, пьем за мамочку чоли. Слазное, что есть такое повод, день рождения. Ура! Встретимся лишний раз нам всем вместе. Я тебе желаю здоровья, естественно, само собой, финансового благополучия, это нам всем, и тебе в частности, и чтобы у тебя все получалось в новых реалиях наших, сложных, чтобы у тебя все получалось легко и непринужденно. Спасибо, моя дорогая, спасибо, девочки мои. Ура! Ура! Все, сейчас выпьем и продолжим. Стол накрывать. Не, я хочу просто сказать, что вот у нас такой между собойчик, между собойчик, да, я вспомнила это слово, вспоминала, вспоминала. Вот, мы тут кушаем, у нас картошечка, мясо, оливье. Я не знаю, как ты это делаешь, но у тебя оливье какое-то особенное. Ну, не знаю, я как это делаю. колбаска, да, колбаска сыровая. все вкусно всегда. Да. Это мама на оливье. Вот, вот я, да, вот я так и хотела, в общем-то, девчата такой вот, сделать себе скромный, день рождения, между собойчик такой, и вот Виталик еще потянется, и все, все свои. В узком, в узком, в узком собственном кругу. Контент! Контент! Ааа! Снимай, снимай, снимай! Снимай, снимай! Должно исчезнуть. Смотрите. Ну, вроде что-то. Может, еще опыта ливают. Видно пятна? Вообще не видно пятна ни одного. Вот еще кусочки. Да, кусочки вижу, все равно. Вот что-то, да. Это волшебство, это магия, это magic. Красное вино будет. учитесь. Красное вино. Красное вино. Как это, как это говорят? Не, да, не прям вино, просто краска красная. Вообще, да. Жесткая. Которая только кипятком. Все вывели. Все вывели. Так, Настюля оливьешку захотела. Молодец. Вкусная оливьешка. Бабушка приготовила. Много и вкусная. Ой, да ладно. А кушаешь, заплетаешь в обе щеки. Это Настя шутит у нас. Нравится Настюше и бабушке на оливне? Это зео? Да. А он зе будет. Тогда нравится, да? Супер. Что там? Все. Приятного аппетита. Спасибо. Сынуля пришел. О, какой цветочек мне подарил. Красивый. Если не будет ухаживать, я буду ухаживать сам. Да. Красивый цветочек. Уточник обстал. Все. Классно. Все, Сынулячка, давай садись, покушать надо тебе. С работы пришел. Вот он. Вот он. Один котик. Вот она. Зеленька такая лежит. Лежит такая на лапке. Сложила лапки, лежит она. Да? Милочка. Зеленька. Тут мама чули, музыку. Наверное, она ложит. Он пришел на свидание. Походу, не надо уже. Это бабулечки. Нет, это бабулечки, заяк. Я тоже хочу. А тебе потом сделаем. Сначала бабушку, хорошо? Я. Хэппи бёздэй. Нет, с днём рождения. С днём рождения тебя. Днём рождения тебя. Вожди. Заново. Иди динозаново. С днём рождения тебя. С днём рождения тебя. Чего это я пою? С днём рождения, дорогая мама Чоли. С днём рождения. Поздравляем вас. Ура! Молодец! Ура! Я тоже. Я тоже. С твоей камерой-то влази. Ты готова желание? Да. Нет, за мной надо поухаживать. Вот. Настюля. Настюля. Ты не хочешь? Или с собой? Вкусно? 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 Морковка вкусная. Натали, тебе отрезать? Какой тортик интересный. Да, он очень, кстати, мягкий пока. Вот я его режу. Ну как она? Мастика, мастика, да? О, мастика, точно. Сейчас будем пробовать. Это не мастика похоже, да? Чё, не дать, а не ешь. Хочешь тортика? Конечно. Морква. Морквус ели. Торт, обческий сыр. Это колористы любят. Да, сейчас я буду пробовать. Компот, кстати, есть. Ещё компот есть. Да, давай компотиком запивать самое удобное. Мама Чоли ещё не попробовала торт. Лена вот уже попробовала. Я тоже. Я вот тут немножко оператор. Мы тут уже запутались. Где чё? Ну холоднее. Прохладный на балконе стоит. Полный, полный, пожалуйста. Настюша, тебе как тортик? Му-у-у. Вкусно? А что морковка вообще? Морковка не понравилась мне? Сначала что-то вроде бы вкусно-вкусно, а потом вкусы какой-то свечи. Потому что мастика, наверное, всё-таки, да? Некоторые любят, кстати. Но не все. Было бы, если бы в два раза больше крема, было бы лучше. Хочется, да, пожирнее. Я тоже люблю жирненький. Выбирай. Мама Чоли, вы будете торт проводить? Пробуем. Пробуем. Так, ну-кась, ну-кась. Ну, ты там нашла, почему-то не нашла? Конечно, я же не нашла. Нукбанг. Ну как? Вкусненько. В вашем вкусе, да? А кто выбирал вообще, интересно? Доча. Я. Смотрите, у этих голубчиков. Ты туда не подсматриваешь. А вот еще почему? Потому что счастье любит тишину. А ваше счастье любят... Как там? Девчонок. А мои подписчики вас любят. Да? Да. А твои? А твои подписчики нас любят? Конечно, любят. Конечно, любят. У нас Трюшу любят. Да? Угу. Акробатку. Все, девочки, я приехала домой. В общем, я рада, счастлива. Прекрасно сегодня провела день. И мне, кстати, очень даже понравилось вот такой вот, вроде, скромный стол, скромный ужин. В узком кругу близких мне людей и самых близких. И, в общем, было и весело, и в то же время мы смогли нормально пообщаться, там поболтать. Даже какие-то игры там еще поиграли. Ну, я уже просто рано ложусь спать, как обычно, рано устаю. Поэтому я уже попрощалась. Раньше всех ушла. Ребята там еще пока играют. Там какие-то картинки. В общем, я не стала играть уже. Вот, все, устала, но это приятная усталость. День рождения понравился. День прекрасный сегодня прошел. Прекрасный день провела. Я всем довольна. Я счастлива. И сейчас уже все, укладываю спать. Цветочки одни взяла. Кристинкин букет взяла. Ну, а такой большой букет, который сын подарил, оставила пока у дочки, потому что уже некуда было брать. И сумку еще тащила, ноутбук же у меня с собой. В общем, сын потом привезет. В общем, куча цветов. Красивые. Нравятся мне. Все, девочки, глазки закрываются. Устала спать ложусь. Со всеми вами прощаюсь. Кстати говоря, в описании внизу я оставлю вам ссылочки на те, куда я там подписалась. Вконтакте, Яндекс.Зен. В общем, заходите, подписывайтесь, чтобы меня не потерять. Потому что YouTube могут закрыть в любой момент. Все. Всем спокойной ночи. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok